итак второй выпуск и тоже за ту же самую неделю что и прошли события в москве прошло еще одно событие буквально через день как я вернулся в краснодар и поехал дальше в майкоп а событие это называлось первая международная научно практическая конференция по основам сохранения родных языков малых народов кавказа название у нее суть ее общем-то сводилась как раз таки к тому чтобы собрать разных ученых журналистов специалистов выслушать их и понять как двигаться дальше как сохранять родной язык в частности это адыгейский язык или западно-адыгский тюркеский один из вопросов ключевых которые ставятся сегодня для сохранения языков это вопрос разработки цифровых приложений разного рода медиа продуктов которые был были популярны молодежи и были созданы именно на родном языке для того чтобы побудить мотивировать молодежь изучать родной язык и общаться на имен в этом смысле приглашение меня было на эту конференцию наверно больше в качестве конечно блогера то есть как человек который так или иначе занимается разработкой именно вот этих кавказских разговорников один из наших главных плейлистов и я в данном случае должен был поделиться опытом и опыт такой действительно есть он уже накоплен поскольку на сегодняшний день проект кавказских разговорников он практически собран там остался только дагестан и ингушский язык еще отдельно вот языки дагестана но там три уже есть оставшаяся вот это плеяда многочисленных языков дагестана это еще впереди я их собираю но остальное есть и на основе вот этой аналитики того как я собирал эти языки того с чем я столкнулся я уже смог как-то что-то рассказать практическое тем более то научная конференция была поэтому я оформил это естественно в виде научной статьи с ссылками с примерами зарубежного опыта из российского и отправил их в сборник который уже вышел и в том числе например на академии . education он уже моя личная статья допустим это за этого сборника опубликован на самом деле кстати одна из первых моих научных статей которая в принципе на сегодняшний день уже опубликована два дня проходила эта конференция в майкопе и мне удалось выступить именно на первой пленарной сессии как раз когда было больше всего людей и вел ее директора риги это институт имени лингвистический институт адыгейский имени кирашева как раз и он организовал поскольку как бы приурочил эту конференцию к международному дню году точнее языков объявленном оон а сейчас кстати заметьте уже десятилетия объявлено десятилетия сохранения коренных языков коренных народов мира и 90-летие самого института естественно высшие лица института присутствовали присутствие чиновники вот республики адыгей и она почему международная туда должна была приехать еще делегация из турции большая включая магина паштова очень интересно познакомиться но у них не получилось но были немцы но о них я скажу позже итак на первой сессии я выступил докладом можете посмотреть сейчас здесь у меня выступали в общем-то разные люди вот допустим берсеров выступал ну естественно как глава этой делегации лингвистов от института был интересный доклад у марзиатный бедонок я в общем-то давно хотел с этой темой познакомиться вы наверняка слышали в сети уже о таком явлении как детский лагерь адыга лэн еще были споры такие по поводу второго слова land что такое не адыгское ну понимаете это же не традиционный лагерь это современный лагерь для того чтобы увлечь молодежь нужно сочетать традиционное современное и они очень грамотно здесь сделали то есть дети которые приезжают в лагере там исключительно говорят на родном языке у них там довольно интересная программа своя собственная за счет современная и действительно уже есть опыт такой что дети возвращаясь из этого лагеря он там ну летний да там несколько недель всего они увлекаются действительно они заражают своих друзей вот этим вот энтузиазмом они начинают учить эти слова и 10 эффект эффект есть лагеря и он будет только увеличиваться так что они здесь выбрали очень точную формулировку то есть современность традиционность в одном как вместе соединен вот мазет как раз таки рассказывала об опыте работы в этом лагере о том как они его сформировали какие программы включили туда и в общем какие результаты получили ну и очень на планах на будущее наибольшие наверное спора вызвали доклад представители из москвы это институт новый институт такой у нас есть языков россии при российской академии наук были эксперты которые изучали программы которые посылали из разных регионов программы от того как созданы учебные курсы учебники в разных национальных республиках страны и анализировали их да там есть проблемы в общем из-за того что у нас сплошной хаос мистерство образования у нас там постоянно меняет требования постоянно что-то чем чудит в общем занимается бурной деятельностью на пустом месте из-за этого никто толком не может понять как правильно все такие эти сделать программы чуть пока них создают меняются требования и нет вот эта проблема была озвучена что нет экспертизы на самом начале когда они только начинают разрабатываться то есть вместо того чтобы не проводить эту сумасшедшую безумие не нужно никому работу да когда люди не понимают что делают отправляют и потом получают отказ и возвращают без объяснения причин да то есть просто какая-то имитация бурной деятельности происходит и у людей отнимают время вместо этого можно было бы просто присылать экспертов на место чтобы они вместе с учебным заведением на месте эти нового требования сводили в программе и уже правильную программу отсылали в минобразование да и как бы отсекался бы огромный ряд лишних вот этих вот взаимодействий чиновничек но пока нет но не все к сожалению понимают что эксперт это всего лишь эксперт они представители мистерства образования некоторые да высказывали свои претензии напрямую им из-за чего был такой даже немножко такой повышенных тонах разговор но вроде бы все все обошлось все друг друга прекрасно поняли вроде бы как ночь договорились взаимодействовать вообще экспертные доклады на самом деле были интересны там много проблем скрывалась таких вот с этими с программами обучения конференция она такая пока еще не до конца понятая наверное даже научно-методологическая но пока в нем больше теорий то есть кто-то высказал какие теории кто-то сказал о проблемах но о конкретных примерах их решения такого было маловато пока еще но и была проблема в том что конечно хотели пригласить экспертов работающих с цифровыми технологиями там какие-то мобильные приложениями но они как-то не доехали интересная тема прозвучала со стороны представителей кубанского госуниверситета и моего университета теперь тоже это моя кафедра истории социологии международных отношений гббян русяк вот она уже аспирантка и как так работала с убыхской темой вот по тому убыхскому гранту который пару лет назад обрабатывали на факультете и когда группа специалистов выезжала в турцию изучала убыхские селения вот с тех пор она как бы в эту тему ушла она описала свои научные работы по ним и очень глубоко погружена в эту тему она как раз представлялась пример работы убыхских пабликов в контакте фейсбуке там инстаграм то есть какие материалы они представляют какие результаты имеют и насколько развита в виртуальное сообщество связано с убыхским языком и там были очень много интересных материалов ссылок и вот сам материал по убыхам был достаточно мощным еще мне понравился один доклад об изучении литературы в школе в атагейской вот такой опыт у них интересный есть об изучении литературы надыгской на родном языке и там были такие методики представлены достаточно интересные так что они смогли увлечь тоже школьников изучение этой тематики и если подвести итог то первая конференция в принципе прошла удачно плюс еще была такая большая делегация из дагестана которые тоже свои идеи высказала у них тем более более сложная обстановка поделились опытом тоже достаточно таким неплохим и в целом пришли к каким-то определенным решением скажем тогда практическим о том чтобы дальше это развивать меньше чуть меньше теорий сделать больше практики и я допустим сейчас тоже еще специально для ориги специалистов которые разрабатывают мобильные приложения у нас для изучения именно родных языков народов частности у нас такие специалисты есть например в коме и будьте точно плотно работать например с тем же яндекс я думаю из этого получится что-то действительно стоящие если обе стороны друг друга поймут найдут придут каким-то решением светла в ге получит интересные такие современные приложения которые помогут увлечь молодежь к изучению родного языка и не только молодежь и в принципе людей других национальностей других языков если будет интересное предложение я думаю многие возьмутся воспользоваться им для изучения языка примеры по крайней мере зарубежные ну например тех же басков показывают что такое возможно у басков вообще существуют специальные школы для иностранцев которые учат баски язык то есть отдельные и они пользуются успехом а баски язык это практически тот же черкесский язык внутри испании то есть это язык мало мало народа это язык сложный для понимания там допустим испанцы другой совершенно и он близок кавказскому построению грамматическому поэтому ничего невозможного нет есть прекрасный а язык острова мэн так вообще раз говорит о том что даже умерший язык как убыкский можно восстановить из записи люди начали сегодня говорить на острове мэн уже 2000 человек почти говорит на манском языке который еще 30-40 лет назад считался умершим так что все возможно если правильно применяется и напоследок скажу что на конференции были два человека которые достаточно сильно меня удивили это немцы моника хелик с германии которая еще с 90-х годов приезжала в адыгею периодически и как она говорила что ее с черкесской тематикой так или иначе были пересечения в германии не то что по корням каких-то семей просто пересекала с этой диаспорой и она изучала язык и в турции изучала и вот с 90-х годов приезжала в адыгею и учила не просто адыгейский или западно-черкесский язык а абадзехский редкий диалект языка и владеть этим языком достаточно хорошо все в принципе русским неплохо и второй его представитель это из германии фейеррайнер он моего возраста примерно парень на русском хорошо очень говорить на английском и вот как раз на черкесском языке причем он живет майкопе уже два года долгое время молчал как говорится потом заговорил то есть он изучил языки в принципе как говорят сами на седель языка говорит о нем весьма неплохо оба они изучают язык оба они защищают диссертации об этом языке оба они работают над учебными материалами по этому языку на русском и английском языках и это достаточно похвально это прекрасные примеры того что язык этот вполне себе изучаем и для этого не надо сумасшедшие годы тратить то есть можно изучить его скажу так что работают они в международной компании сил интернешнл он так не то что работать относятся к этой компании это такая большая старая международная организация которая объединяет лингвистов изучающих языки малых народов мира и поддерживают эти языки первоначально они зарабатывают вырабатывают библии то есть переводят библии на языки в том числе не письменные разрабатывать для них алфавиты ну как такой простейший простейшая книгу которая понятна всем я уже потом более глубоко погружается на примере с дэвид эверет который на амазонке изучал язык индейцев пираньи языки индейцев пираньи в общем и в общем-то жил среди них почти 20 лет как представитель этой организации изучил их язык писал алфавит сделал учебники и вот сейчас так и остался в бразилии там уже выучился как внутри бразилии выучился как профессор по изучению их языков а пока на этом все делитесь с друзьями ставьте лайки пишите комментарии и не забывайте поддерживать канал донатами всем пока